добрый день друзья я вас приветствую как здорово что мы снова здесь собрались сегодня продолжим разговор про реляционное деление у микрофона федор самородов я работаю преподавателем специалисте и мы с вами могли встречаться на курсах по базам данных или может быть на вот таких вот семинарах которые периодически проводят наш учебный центр эти семинары вы можете посещать очно приезжать к нам в учебный центр а можете подключаться удаленно кроме того записи этих семинаров потом публикуются на нашем канале на ютюбе рекомендую подписаться и конечно подписывайтесь на расписание вот этих вот бесплатных семинаров в будущем вот на нашем сайте видите есть бесплатные семинары и вот тут расписание много всего интересного записывайтесь и приходите к нам учиться будет еще интереснее ну а мы вернемся к нашему разговору про реляционное деление которое который мы начали некоторое время назад и если вы первую серию не смотрели то наверное будет правильно сейчас поставить на паузу если вы смотрите в записи и посмотреть первую часть этого рассказа иначе будет непонятно ищите эту запись на нашем канале специалист там мои ролики обычно с всякими животными вот этот ролик про деление с птичкой легко найдете поиском а для тех кто уже посмотрел я вкратце напомню наверняка вы подзабыли о чем там шла речь а речь у нас шла о том что в реляционной алгебре мы обычные арифметические действия выполняем над таблицами таблицы можно складывать вычитать перемножать но это обычно все знают все умеют а вот операция деления она такая таинственная потому что во первых нету оператора языке искуэль который делает вот это деление в будущем может быть когда-нибудь его введут что позволит наглядно без этих ухищрений делить одну таблицу на другую но до этого надо еще дожить а пока к счастью это деление выражается через другие операции поэтому мы все-таки с ним справляемся мы на прошлой на прошлом семинаре разобрали разные методы сравнили их по удобству сравнили их по производительности попытались все их применить и выяснили что самый хороший метод это так называемый метод номер три который мы делаем через группировку с джойном этот метод показывает нормальную производительность плюс он умеет делить и с остатком и без остатка реляционное деление но такое можно делить таблицу на таблицу без остатка и получить в качестве частного просто таблицу а можно еще получить табличный остаток такое тоже бывает смотрите еще раз первую серию а также деление на 0 тоже такая интересная тема делить на ноль вообще-то нельзя но это должно корректно обрабатываться вот этот метод номер три он нормально на ноль на пустую таблицу то есть делит и будучи воплощенным виде запросов этот метод выглядит вот так мы делим таблицу с покупками на корзину с товарами одну таблицу делим на другую таблицу для этого мы сначала из таблицы с покупками делимая это обычно большая таблица мы из нее оставляем только те строки в которых продавался хотя бы один товар из нашей корзины а потом группируем по покупателям и смотрим какой покупатель покупал все имеющиеся в корзине товары вот эта задача сформулированы на человеческом языке обычно звучит так найти покупателей которые покупали все товары из заданного набора кто покупал вот именно все вот эти товары которые заданы эти товары мы собираем в таблицу которую я называл корзина и делим на нее все вот эти покупки покупок обычно очень много корзина обычно маленькая но чаще всего там всего две строки всего два товара и таким образом находим покупателей которые покупали все вот эти товары это раз ну а также дает нам возможность оценить насколько вот это корзина товаров популярна насколько ли товары вообще пользуются спросом именно совместно ну в первой серии мы в конце решили такую хорошую интересную задачку про вывод на рынок на рынок вятского кваса и приложили вот к этой теме как раз революционное деление получилось очень интересно ну а в целом вот этот вот это прикладная задача которую мы решали для иллюстрации революционного деления она называется обычно анализ потребительской корзины в литературе вы могли с ней сталкиваться под другими какими-то названиями например фрагмент либо туге за или перекрестные продажи продажи связанных товаров но речь идет все время об одном и том же маркетологов очень интересует какие товары продаются совместно идея здесь в следующем маркетологи считают что привлечение новых клиентов это дело очень дорогое и затратное дорого совершать там холодные звонки и новых клиентов каким-то образом находить гораздо дешевле можно раскрутить существующих клиентов которые уже у нас покупают раскрутить их на какие-то дополнительные покупки для этого нужно выяснить их повадки а мы в целом считаем что эти покупатели покупатели они хоть и разные но ведут себя согласно одним и тем же шаблонам и вот один из способов выяснить какие товары пользуются спросом совместно какие товары покупают сразу парами тройками четверками ведь тогда можно во-первых расположить их на полочках рядышком друг с другом плюс можно еще на кассе предлагать что-нибудь там докупить ну или какие-то еще акции сделать купи совместно вот эти вот три товара получи скидочку эту тему маркетологи очень любят и сегодня мы ее как раз подробно рассмотрим собственно задача сегодняшнего нашего семинара это приложить революционное деление к решению вот этой задачи эта задача это самое популярное применение революционного деления и при помощи этого метода мы ее вполне сможем решить хотя в наше время есть много более про другу других более продвинутых методов решения задачи не основанных на языке с qr более навороченных но о них мы поговорим следующий раз вы с решением этой задачи постоянно сталкиваетесь в интернете когда заходите в любой интернет-магазин вот к примеру зашел я по привычке на amazon нашел какой-то товар книжку и вот смотрю на нее в карточке товара помимо описания самого товара когда я пролистаю немножко вниз я увижу вот такие два блока это книжки которые продаются в одном чеке вместе вот с этим товаром фреку для both together то есть прямо в одном заказе продаются а также еще более такой богатый подробный блок с книжками которые читают те люди которые покупают то что я смотрю то есть это книжки купленные не в одном заказе но одними и теми же людьми такая тема конечно очень полезно но во первых она полезна для меня как для покупателя я наверняка найду в этих списках что-то интересное ну а во вторых она полезна для продавца так как позволяет выжать из покупателя больше денег без особых затрат и ухищрений так вот для того чтобы построить эти два списка нужно как раз решить задачу революционного деления одной таблицы на другую таблицу сразу хочу вас правда предупредить что современные интернет-магазины и amazon они конечно не на иску или наверное решают эту задачку потому что у них то товаров и покупок наверняка очень много на иску или эта задачка решалась бы не очень быстро но тема дата майнинга тема вот такого глубокого анализа данных при помощи эскуэля тоже интересно во первых для нас она представляет интерес в качестве упражнения то есть мы изучаем революционное деление изучаем язык эскуэль и вот это вот хорошее упражнение такое типа разгадывание кроссворда чтобы размять мозг во вторых помимо просто упражнения вот решение этой задачи на эскуэля имеет также некоторые практический смысл все остальные методы поиска совместных продаж вот более современные основанные на каких-то там вероятностных моделях на многомерных базах дата майнинге машинном обучении там всякой бигдати и прочие модные штуки все это работает конечно лучше и мощнее чем сколь запроса который мы будем использовать но использование революционного явления в эскуэле имеет одно преимущество над всеми вот этими методами все эти современные модные штуки работают не сразу а только после того как вы проведете какую-то предварительную работу построить и модель от процессе эти там какую-то базу или модель в общем надо потратить некоторое время на построение наполнения данными на тренировку модели и пока вы этого не сделаете вы никак не сможете решили эту задачку а если вы вооружены старым добрым эскуэлем то вы можете приступить к решению задачи сразу вот вам дали табличку с продажами вы тут же можете вычислить вот эти вот совместные продажи вам не нужно строить каких-то дополнительных структур тренировать модели ничего делать надо вот сразу делите таблицы друг на друга и все получаете результат это здорово ну так вот наш пример который я демонстрировал в первой серии он как раз эту задачу и решает таблица с покупками делимая это история продаж и эта таблица обычно реально очень большая и вот как раз по этой причине и сложно на практике в настоящем интернет-магазине вот это применить потому что если у вас магазин популярный то конечно покупку покупок у вас очень очень много и еще дело усугубляется тем что вот эти вот методы поиска связанных продаж им подобные они особенно хорошо работают в розничных продажах когда покупателей очень много и товаров довольно много то есть покупатели ведут себя вроде как хаотично но их поведение поддается описанию какими-то шаблонами а если вы продаете что-то такое очень дорогое очень редко покупаемая ну например там яхты какие-нибудь у вас и потенциальных клиентов меньше гораздо и товаров очень мало то тут конечно такие методы не очень работают и в этом случае там рулит уже другие какие-то маркетинговые приемчики так вот вот эти вот связанные продажи они особенно хорошо дают эффект особенно здорово позволяет повысить отдачу если у вас очень много продаж и много разных покупателей но чем больше у вас продаж и покупателей тем сложнее решает у защиты сквали тем медленно будет работать поэтому на практике в больших интернет-магазинах конечно не на иску или эту задачку решают и так таблицу с истории продаж мы делим на корзину что такое корзина это набор товаров которые мы подозреваем в том что они продаются часто совместно вот берем две книжки и хотим проверить эти две книжки совместно часто продаются или не часто делим историю продаж на вот эти вот две книжки и получаем покупателей которые обе эти книжки купили что позволяет нам сравнить это с общим количеством покупателей или с общим количеством заказов и понять насколько в это пара популярна вот так сегодня мы эту задачу будем решать много раз с разными вариациями с разными условиями и я все вот эти решения буду демонстрировать разумеется на какой-то базе данных я выбрал самую простую базу которую можно найти эта база north wind она вам наверняка знакома если вы работали с базами данных хоть как-то эта база часто используется в качестве примеров в учебниках вообще в литературе по всем субэдетом процессу по сиквел сервером она очень простая очень маленькая но в ней все-таки сохранено сохранена такая классическая структура таблиц когда два справочника с покупателями из товарами связанные через две таблицы это заказы и детализация заказов вот так обычно и выглядит ситуация в реальных интернет магазинах ну конечно может посложнее но идея следующая что покупка это процесс такой сложный он разбивается на две таблички заказ и детализация заказы это строки таблицы orders это как бы походы в магазин вот я пошел в магазин набрал тележку товаров и на кассе мне пробили один чек вот этот чек это одна строка в таблице orders потом я еще раз пошел в магазин и еще одна строка появилась но за каждый поход в магазин я покупаю вообще-то много товаров целую корзину и детализация этой корзины хранится в order details одна строчка в order details это одна позиция кассового чека то есть такая одна атомарная покупка там указано какой конкретно товар я купил сколько штук ну и тому подобные вещи а в ордерах лежат атрибуты самого заказа то есть кто купил когда это было ну и тому подобное вот как то так мы будем представлять себе базу данных с продажами и сразу же можно заметить что если мы ищем совместные продажи товаров то можно их искать двумя способами можно их искать совместно проданные в одном чеке или купленный одним покупателем может быть во время разных походов магазин и то и другое нам интересно в принципе покупки в одном чеке считаются вроде как более ценными знания вот этой закономерности вроде как более важно но и то что покупают одни и те же покупатели это тоже интересно помните amazon мне показывает два списочка в карточке товара ну и также еще разные другие вариации этой задачи мы конечно рассмотрим например продажи с запаздыванием во времени со сдвигом во времени эта ситуация при которой у вас скажем в автосалоне покупает кто-то семейный автомобиль а потом вы замечаете что такие люди через полгода к вам снова приходят чтобы купить детское кресло знание такой закономерности может быть интересно потому что вы можете через полгода этих людей обзванивать и сами предлагать им купить кресло хотя во время покупки автомобиля вроде как про кресло они еще не задумываются ну или считают может быть это плохой примет и в общем такая закономерность со сдвигом во времени тоже может представлять ценность поэтому такую задачку мы тоже порешаем ну еще интересно усложнить наверное задачку эту оценкой не только самих фактов связанных продаж а еще и привязать какой-то количественный вес то есть посмотреть сколько штук совместно продается на какую сумму вот чтобы понять имеет ли смысл в рентабельно ли будет заморочиться вот такой маркетинговой акции или это вообще не принесет никакой отдачи и так прежде чем приступить собственно к решению вот этой задачки я вам рекомендую обдумать две вещи во первых хотелось бы уточнить постановку задачи что известно что будем искать ищем ли продажи связанные чеком или продажи связанные одним покупателем может быть у нас будет временной сдвиг может быть еще там какие-то дополнительные условия вот это все надо сначала собрать и аккуратно записать на бумажке это раз значит самый интересный здесь вызов выбор заключается в том что не перепутайте что что есть совместная продажа продажи купленная в одном ордере в одном заказе или продажи купленной одним кастами вообще нам интересно и то и другое конечно это первое после того как мы задачку уточним и все входные данные и условия запишем надо постараться максимально уменьшить размер делителя делимого делимого делитель то у нас и так небольшой размер делимого конечно то есть той таблички которая представляет историю продаж история продаж обычно нереально огромная и делиться она у нас будет медленно а если еще и сложные условия всякие добавить то вообще медленно поэтому конечно хотелось бы размер вот этого делимого изначально как-то под сократить ну что тут можно придумать можно придумать две вещи фильтрацию и группировку этой таблицы предварительно перед тем как мы начнем делить ну можно взять только последний временной период или только товары из одной категории или может быть нас интересуют покупки только в одном магазине каком-то а у нас целая сеть или может быть среди покупателей тоже какую-то одну группу рассмотрим то есть постарайтесь найти возможность изначально отбросить побольше данных из делимого из истории продаж чтобы размер таблички переделением сократился ну а второй метод это попытаться изгруппировать то есть перейти например от товаров к товарным группам или брендам ну например считаем что покупка молока это уже сам по себе факт неважно какой производитель молока там останкинская или русская считаем что пользователю покупателю все равно все сорта молока мы упростим и все размеры баночек тоже агрегируем до одной строки просто молоко или может быть там товары как-то еще по брендам сумеем сгруппировать ну покупатели тоже может быть как-то по кластерам этим удастся раскидать вначале в общем уменьшить количество строк в истории продаж в таблице с делимом ну а теперь когда вот эти предварительные подготовительные действия мы проделали теперь уже давайте перейдем к тому ради чего мы сегодня собрались будем делить значит поехали начнем с простых задачек с простых вариантов вот этого деления самый простой вариант это вариант в котором все товары заранее заданы то есть товары искать не надо уже вам заказчик говорит вот я хочу оценить насколько популярна покупка моющего средства совместно вот с этой штуковиной и искать нужно нам не товары а покупателей ну или просто оценить какое количество какой процент покупателей вот этим набором интересуются то есть это самое как бы самой суть реализационного деления задачка она решается у нас в один шаг нужно просто поделить историю продаж на вот этот заданный набор товаров давайте без примедления воплотим это в сколь запросе так вот у нас менеджмент студия соединяемся базу nurse wind и начинаем давайте посмотрим сначала на товары ну давайте посмотрим первый и второй товар чай и чанг насколько они часто совместно продаются для этого возьмем таблицу с продажами я имею ввиду атомарные продажи то есть детализация кассовых чеков эта таблица order details и мы будем рассматривать продажи не все а только такие в которых продавался один из этих товаров 1 или 2 в этой таблице ордер айди вот этот вот номер заказа это номер кассового чека то есть если мы найдем такие ордер айди в которых будет продакт и единичка и двойка то значит это как раз была совместная продажа так ну что-то визуально так пока не видно а вот ордер айди 110 70 вот в этом чеке и 1 2 товары совместно продавались ну как это получить программно надо естественно сгруппировать по номеру чека по номеру заказа вот так вот сгруппировали и возьмем только те чеки которых количество найденных товаров из вот этих двух равно двум да вот пожалуйста ну или для большей универсальности можно вот так вот не аккаунт звездочка не строги считать а distinct от номера товара а то вдруг там в одном чеке одна и та же одна и та же штука пробита несколько раз несколько строк вот чтобы это обработать лучше distinct применять так ну вот это я нашел что это я нашел продажи совместные в одном чеке а если нас интересуют совместные продажи одному покупателю помните разные вещи то тогда в принципе все то же самое только надо группировать не по номеру заказа по номеру покупателя костами ради это номер покупателя и он у нас находится в таблице orders которую надо дополнительно подтянуть мы сделаем так возьмем за джоним это это заказа и детализация заказов вместе так чтобы докопаться до номера покупателя номер покупателя это кастомир айди так ну и покупателей возможно больше будет чем вот этих вот чеков смотрим да действительно таких покупателей оказалось 14 которые совместно покупали это и другое вот такой вот запрос мы его видели еще в прошлой серии ну а если нас интересуют не пары а тройки четверки или там какие-то другие сочетания то в общем ничего не меняется просто давайте эти товары список этих товаров будем расширять ну например вот еще третий товар посмотрим до первые три товара тоже продавали совместно а если 4 возьмем 4 да тоже такие есть а если и такие тоже есть вот в общем задача решается классическим реляционным делением тут еще можно что модифицировать можно если набор товаров у вас большой какой-то действительно большая корзина товаров то вы можете искать не точное покрытие всей этой корзины а искать и людей или чеки где продается большинство из этого набора такое тоже бывает как раз вот в тех случаях когда набор товаров заранее вам заказчик сверху спускает потому что если он знает заранее все товары в корзине то они уже для него чем-то связаны и уже их совместная продажа для него для маркетолога имеет какой-то смысл так что может быть вот такой вот вариант запроса вы ищете людей которые хотя бы четыре или вот так больше или равно хотя бы четыре из пяти товаров вот из этого списка покупали любые вот такой вот вариант реляционного деления все довольно просто эта задача имеет у нас такую небольшую модификацию мы когда в прошлой серии выводили на рынок вятский квас мы искали людей которые вот этот набор покупали но при этом не покупали что-то там из другого набора ну это до решение очень легко получается из предыдущего который мы уже имеем давайте вот я его скопируем значит теперь задача поставлена так какие покупатели покупали и 1 2 товары одновременно вот но при этом не покупали скажем не 3 не 4 как такое найти ну очень просто мы из тех кто покупал 1 2 совместно вычитаем except разность множеств вычитаем тех кастомеров которые покупали либо третий либо четвертый вот так тут даже дистинкты группировку не надо использовать потому что операция except она уже за назад и все проделает посмотрим вот таких товаров до таких покупателей всего 8 как я помню всего 14 было изначально тех кто покупал товары из первого набора из них значит шестеро оказали оказалось покупали еще что-то из набора номер два либо 3 покупали либо 4 а нам такие не нужны согласно задачки вот мы их except там отбрасываем так это задачка самая простая и решение не дает такой большой ценности для бизнеса потому что раз уж вам эту задачу поставили значит связка товаров уже как-то определена и меняться не будет гораздо интереснее порешать задачки в которых некоторые товары неизвестны или вообще никакие неизвестны вот это гораздо веселее второй кейс давайте рассмотрим задан один или несколько товаров но не все вот это как раз то самое реляционное отделение которое в интернет магазинах можно приложить вот то что мы видели в амазоне можно как раз теоретически генерировать при помощи запросов под эту задачу написанных задан товар x это тот на который посетители сейчас смотрит найти товары какие часто покупаются вместе вот с этим товаром x ну давайте сразу приступим к решению модифицируем наш предыдущий код и легко такую задачку тоже решим так вот возьмем предыдущие решения и представим что нам задан первый товар а вот вместо второго у нас тут какой-то x неизвестный товар мы на место вот этого икса подставим все остальные товары друг за другом выполним этот запрос для каждого возможного товара и посмотрим какой из этих запросов даст большее количество покупателей или чеков покупайте речек смотря что вы за критерий возьмете как нам к этому запросу для этого запроса подставить каждый товар ну этот запрос придется вызвать много раз для разных параметров поэтому наверное для этого мы используем apply apply как раз предназначен для вызова под запроса с большим количеством разных различных значений параметра кроссаплай вот так вот придумаем название называется так и слева от кроссаплая напишем список который будем перебирать ну это товары будем значит выбирать номер товара и подставлять в под запрос вот так когда вы используете apply вы можете из правой части сослаться на текущую строчку в левой таблице которая слева от apple а у вас стоит вот в общем-то и все я в предыдущем примере просто заменил один из товаров на переменную а переменная через кроссаплай будет подаваться на вход этого запроса столько раз сколько у нас товаров ну единственное здесь еще можно подумать над тем что не стоит ли первый товар исключить из перебора потому что первый с первым как-то странно но не будем сейчас на это отвлекаться запускаем вот получается такая довольно большая таблица я правда забыл вывести покупателя вот в этой таблице первая колонка это товары все возможные а правая колонка это список покупателей ну или может быть чеков если мы уберем таблицу orders которые этот товар покупали вместе с первым осталось теперь найти такой продукт айди который дал больше строк больше строк значит больше покупателей или больше чеков ну и это мы легко сделаем при помощи группировки вот так и теперь эту табличку можно либо отфильтровать по количеству комбинаций полученных либо отсортировать давайте отсортируем теперь видно что вместе с первым товаром 60 и 59 неплохо вместе продавались вот но это еще не весь результат прежде чем применять это на практике вы пожалуйста посмотрите вот эти вот числа 18-19 как они соотносятся с общим числом покупателей или с общим числом заказов то есть это вообще значимая величина или в пределах погрешности измерения если у вас покупателей скажем 25 и из них 19 покупали эту пару то это важно это значимый результат а если у вас миллион покупателей из них 19 всего лишь получилось то наверное стоит подумать применять ли эту пару товаров как-то в маркетинге вот решили самый простой вариант из второго кейса давайте посмотрим что еще у нас там есть еще может так получиться что задано несколько товаров два например и надо к ним 3 подобрать но здесь никаких изменений практически делать и не потребуется всего лишь навсего в корзину допишите нужный товар и все вот к примеру первый товар второй вот эти вот два заданные ну и третий давайте к ним сейчас подберем посмотрим да вот 59 хорошо дополнит эту парочку вот ну пока тоже ничего такого сложного и если вы первую часть внимательно смотрели то вполне можно такой запрос легко написать давайте дальше двигаться к еще более интересным задачкам вот начиная с третьего кейса уже начинается интересное такое творчество никакие товары не заданы и надо их самостоятельно найти здесь еще раз напомню что очень важно попытаться как-то сократить количество комбинаций сократить размер делимого потому что сейчас мы будем перебирать не просто товары а будем перебирать их пары пары товаров так давайте попробуем это сделать значит я снова еще раз изменю наш базовый запросик так у нас сейчас один товар или два товара заданы а другой является переменной а давайте первый товар из этой пары тоже сделаем переменной вот тут тоже подставим некий x раз нам нужно перебирать пары товаров то давайте мы эти пары товаров сначала сгенерируем естественно слева от apply то есть товары за join снова с товарами давайте я назову эти таблички p1 и p2 p1 и p2 p1 и p2 и в подзапросе который будет справа от apply нарисуются как раз две переменные номер товара из таблички которая слева от join и справа вот так вот ну и группировку тоже надо уточнить мы хотим в итоге получить список чего список пар естественно вот так вот и для каждой такой пары мы будем считать число заинтересовавшихся покупателей или чеков и по нему будем сортировать вот такой запрос фактически я здесь изменил что второй товар в наборе сделал переменным а все эти переменные при помощи cross join вот так вот перебираю cross join как мы знаем используется вообще-то очень редко потому что он дает все возможные теоретически комбинации это для нас даже пожалуй многовато потому что посмотрите какой получается результат в этом результате все ваши пары будут дублированы 7 и 6 с 59 и 59 и 7 и 6 почему ну потому что cross join это все возможные комбинации товаров и товаров и каждый товар там образует две одинаковых пары где он стоит справа и слева наверное это нам не очень нужно поэтому давайте сразу сделаем по оптимальное решение давайте cross join заменим на inner join и добавим условия что дескать номер товара слева должен быть всегда меньше номера товара справа вот это исключит дубли и у нас видите в прошлом решении больше пяти тысяч комбинации получилось а мы теперь их видим меньше трех тысяч до половина комбинаций рассосалась они теперь не повторяются хорошо вот мы нашли успешно продающиеся пары товаров так а что если нам надо найти тройки товаров ну такое же тоже интересно здесь можно поступить следующим образом ну можно просто дальше еще раз добавить один join а давайте я это сейчас проделаю скопирую еще раз этот запрос и добавлю еще одну таблицу с товарами назову ее p3 на этот раз и чтобы опять же исключить повторные вот эти вот комбинации строек задам аналогичные условия чтобы номера товаров шли строго по возрастанию в этом наборе окну и расширим наш набор корзину товаров и их должно быть теперь три вот так вот так наверное числа в самой правой колонке теперь будут у нас немножко поменьше потому что тройки то наверное реже встречаются чем пары ничего принципиально я в этом запросе не изменил просто добавил еще один перебор запускаем посмотрим тут видите уже довольно долго это работает хотя хотя товаров в базе north wind очень мало там всего 77 товаров да и продаж тоже немного это уже видите сколько 20 секунд прошло и продолжает сервер это обсчитывать ну естественно на реальном количестве товаров это не очень будет здорово ну на боевой базе конечно даже не пытайтесь так делать вы не дождетесь и можно предположить что если я еще захочу найти четверки пятерки то вообще будет катастрофически скорость падать и все будет печально как можно из этой ситуации выкрутиться здесь есть такой стандартный подход при котором вы постепенно расширяете делитель от размера делителя как мы выяснили в первой серии зависит вообще-то производительность и можно этот делитель постараться сократить а еще обратите внимание что когда мы перебираем комбинации троек мы вот этот третий товар в тройке добавляем ко всем вообще парам образующимся на первом джоне даже к неудачным и тут срабатывает мультипликаторы у нас очень здорово увеличивается количество комбинаций идея такая давайте мы будем делать так мы вернемся к предыдущему запросу найдем самые перспективные пары и их будем расширять только самым перспективным парам будем добавлять еще третий товар это скорее всего здорово поможет потому что смотрите двоек у нас сколько получилось 2800 а троек 65000 ну понятно что такой запрос тормозит и так я возвращаюсь к предыдущему запросу вот он более менее приемлемо за одну секунду находит мне пары хорошо ну давайте выберем какое-то граничное условие чтобы не все 2800 перебирать вот совсем не перспективные откинем ну скажем давайте считать что если больше двадцати человек заинтересовалась то это значит перспективная штука то есть нам нужно хейдинг вот так ну что ж теперь когда мы до 7 строк сократили эту выдачу давайте подставим еще третий товар в качестве дополнительно дополнительного параметра и будем со всеми вариантами расширять вот эти пары из вот этого и вот этого вот товара как это можно можно сделать ну очень просто теперь вот этот весь запрос он у нас как бы переезжает в левую часть от cross apply в ту часть где мы генерируем комбинации смотрите давайте я это оформлю виде табличного выражения чтобы более понятный был запрос чтобы не путаться вот я добился промежуточного какого-то успеха нашел перспективные пары товар вот аккаунт нам сейчас не интересен так вот теперь мой следующий select будет думать что в базе уже есть такая табличка под названием пары и у них вот такие вот колонки p1 и p2 id и теперь вот эти вот пары я буду применять к этому же списку товаров образуя все возможные комбинации с товарами еще раз вот так и теперь снова cross apply cross apply в котором у нас два первых товара в наборе приходят из вот этой уже заранее рассчитанной таблицы p1 айди 2 иди ну а 3 сейчас подберем к ним и так и не забудем размер корзины увеличить так увеличили и и теперь снова группируем чтобы посчитать количество покупателей группируем уже по тройкам и давайте отсортируем по количеству полученных продавцов покупателей которые заинтересовались этими тройками вот так вроде все учел так давайте посмотрим еще разок на этот запрос как его правильно читать что у нас получилось значит верхняя часть это просто сохранение промежуточного результата это перспективные пары пары которые часто покупают а ниже вот то что под комментарием это точно такое же решение как и раньше мы использовали точно такой же запрос который перебирает все тройки производные от перспективных пар и смотрят на количество покупателей заинтересовавшихся этими тройками ну давайте посмотрим как это будет работать так как это будет работать выполняем во две секунды который занял запрос против сколько лет к там было минута двадцать шесть минут двадцать шесть это перебор всех троек напрямую всего две секунды занял вот такой подход с расширением делителя ну и не трудно догадаться что этот подход можно итерационно дальше развивать просто вы можете этот результат подвергнуть также фильтрации отобрать перспективные тройки вот они перспективные тройки давайте на количество посмотрим я забыл добавить например только те тройки которые покупали больше десяти раз ну и опять сохранить это в табличном выражении и еще разок перебрать все комбинации вот такой способ позволит вам здорово ускорить поиск троек четверок пятерок и так далее но в жизни больше троек вам вряд ли так придется искать если уж набор хочется большой получить то обычно несколько товаров все-таки задано и мы возвращаемся значит мысленно к предыдущему кейсу и в очередной раз напомню не забудьте прежде чем этот результат использовать проверить уровень поддержки то есть вот это вот количество найденных чеков или покупателей она какое-то значимое или нет то есть если там их всего несколько штук или меньше процента на фоне основного количества то конечно такой результат значения не имеет в общем уровень поддержки в процентах он важен не абсолютное значение вернемся к нашему кейсу и так если один товар из корзины не задан то вот таким вот образом мы можем любой набор популярный вытащить как это пишут в умных книжках извлекаем из данных знания вот что за этим на самом деле скрывается такая работа следующий кейс это сдвиг во времени товары в покупках тоже связаны но это уже значит точно не покупки в одном чеке это покупки сделанные одним покупателем но при этом надо смотреть на сдвиг во времени то есть мы ищем такую ситуацию при которой много народа много покупателей действуют по такому шаблону покупают товар номер один а через полгода товар номер два вот так если мы такую корреляцию найдем то наши маркетологи будут довольны продавая семейный автомобиль смогут в нагрузку еще продать детское автокресло давайте подумаем как модифицировать нам наш запрос чтобы учесть вот этот временной сдвиг я вернусь к простому какому-нибудь решению вот например к такому где мы искали пары вот давайте подумаем что здесь еще такого модифицировать чтобы все чтобы корреляция во времени у нас была учтена напоминаю время это что такое время это у нас колонка в таблице orders дата заказа есть ну и из нее можно естественно там посмотреть разницу во времени здравый смысл нам подсказывает что для того чтобы увидеть последовательность со сдвигом во времени нам придется таблицу с заказами состыковать саму с собой с таким сдвигом и это конечно очень плохая новость потому что эта таблица у нас очень большая а после того как мы ее с детализацией еще заджойним то это будет вообще печально ну я вас предупреждал что на практике вот в реальном времени такие вещи но не делаются но на иску или по крайней мере и так поскольку это заказы уже точно не в одном чеке а именно для одного кастомера для одного покупателя значит сдвигать нам придется вот эту вот связку относительно друг друга давайте мы ее для простоты вынесем в табличное выражение назовем его продажи к примеру вот такой вот этот join вынесем отдельно отдельно и нас интересует номер покупателя из таблицы с заказами дата естественно по которой будем сдвигать и из таблицы order details мы возьмем номер товара то что мы должны найти в конце концов вот так это табличное выражение позволит нам наш select слегка упростить и так теперь в секции from у нас здесь можно записать все за табличку продажи с 1 назовем и руки заджиним ее с табличкой тоже продажи с 2 но со сдвигом это значит что покупатель будет один и тот же вот так но продажи возьмем с заданным сдвигом ну давайте считать что примерно мы предполагаем какой промежуток времени нужен клиенту чтобы принять решение о покупке вот этого какого-то апгрейдного товара дополнительно ну давайте от месяца до двух к примеру от 30 до 60 дней должна пройти любой администратор баз данных разработчик придет в ужас от такого джойна потому что я пытаюсь джойнить две по идее очень больших таблиц да еще по функционально сложному условию то есть такой запрос не удастся положить в индекс и этот джойн будет работать печально но выход есть у нас в специалисте есть курсы по оптимизации запросов где мы такие ситуации тоже разбираем и превращаем сложные джойны которые не ложатся в запросы в более удобные для сервера которые которые ложатся прямо в индексы и выполняются побыстрее приходите к нам на курсы по оптимизации так продолжим итак теперь вот в этом селекте внутреннем после соединения я вижу сдвинутой по временной шкале продажи это строки уже прод товаров проданных одному покупателю но со сдвигом во времени теперь давайте удалим все лишнее что у нас тут накопилось вот это вот удалим вот это вот удалим реляционное деление получается нам уже тут не нужно потому что у нас не в разных строках пары продаж спаррены продажи а в одной строке ну а раз они уже в одной строке то зачем деление деление уже не нужно отклонились слегка от заданной темы так а нужно что нужно теперь вот это все группировать по комбинациям товаров и после группировки мы увидим сколько покупателей покупают вот второй товар после первого товара вот как то так но покупатели можно брать из любой таблицы он же по нему же join делается вот вроде не ошибся сейчас проверим запускаем да надо бы отсортировать чтобы понять какие пары наиболее прибыльные ну что приборы показывают что вот такие вот есть популярные комбинации покупает пятьдесят шестой товар а через месяц шестидесятый но наверное пора уже с этими кейсами сворачиваться потому что видите мы уже от революционного деления перешли к совершенно другой задаче поиску корреляция времени а это отдельная история и тут масса есть интересных приемчиков естественно с оптимизациями и все такое прочее об этом мы в следующие разы поговорим так давайте к нашему делению возвращаться мы же все-таки ради деления затеяли этот разговор а задачу используем лишь как иллюстрацию сейчас проверим хорошо ли мы освоили операцию деления таблицы друг на друга сегодня у нас будет домашнее задание если вы первые две серии посмотрели и вам все было понятно то предлагаю вам такой творческий вызов исследовательскую задачку без стандартного алгоритма решения творческую задачку на настоящий data mining data science так сказать как сейчас модно вы ее пожалуйста решите и в комментариях к этому ролику на ютюбе пожалуйста предложите ваше решение прямо в комментах пишите какие у вас там идеи какие запросы получились а я тоже буду комментировать и мы это вместе обсудим как найдем отличное решение так запишем сразу без промедления третью серию в революционном делении есть еще несколько аспектов которые мы пока не затронули итак домашка по той же самой базе норсмит мы считаем что покупатели ведут себя по каким-то однотипным шаблонам и вот регистрируется у нас новый покупатель о котором мы пока еще ничего вообще не знаем но мы знаем про предыдущих покупателей все они у нас заполняют анкеты и мы знаем их там прописку какие товары они покупали из каких товарных категорий и все такое прочее в общем история продаж и кое-что какие персональные данные о этих покупателях нам известны и мы имея возможность вот этому новому покупателю сразу задать перед тем как он войдет в наш магазин как только он зарегистрировался на сайте мы ему имеем возможность задать два вопроса однозначных вопроса которые на которой он отвечает да или нет большую анкету мы не можем себе позволить или большой опросник потому что тогда этот покупатель расстроится и уйдет конкурентам а вот два простых вопроса на которые можно просто галочки поставить это его не отпугнет так вот вопрос в следующем какие выбрать эти самые два вопроса эти два вопроса должны быть такие чтобы ответив на них покупатель сразу дал нам какие-то идеи относительно того что он может у нас купить он будет себя вести как мы ожидаем также другие покупатели предыдущие и ответив на эти два вопроса он даст нам информацию для революционного деления естественно по которой мы сможем предложить ему товар или может быть пару товаров или может быть там еще какие-то выводы сделаем так вот вопрос вопрос домашнего задания какие два вопроса следует ему задать это должны быть обязательно вопросы на которые он может просто ответить да нет ну например мы можем его спросить любите ли вы покупать вот это часто ли вы покупаете там вот такой товар или такую-то категорию товаров или там такие-то такие-то товары или что-то касательно его персональных данных например вы москвич или нет у нас в базе Northwind эта информация имеется напоминаю база Northwind общедоступна наберите в гугле Northwind и сразу же ее скачаете вот она секреты не представляет в ней есть некоторая информация о покупателях и о товарах тоже известно принадлежность товара к категории например принадлежность товара к поставщику и это тоже может иметь для клиента какое-то значение вот по всем вот этим полям можно задать покупателю вопрос и этот вопрос ответ на этот вопрос должен сразу дать нам идею для выгодного предложения этому покупателю от которого он не сможет отказаться вот такая домашка ответы пишите прямо в комментариях к ролику на ютюбе пожалуйста а если эта задачка у вас не выходит то приходите к нам учиться на курсы по SQL запросам есть курс попроще для новичков но раз вы смотрите этот ролик наверное вам он уже не нужен есть курс посложнее там более серьезный анализ данных там мы такие задачки вот будем разбирать и подобный дата майнинг средствами SQL будем выполнять ну а если вы с этой задачкой справились при помощи реализационного деления то эта тема значит для вас уже закрыта все вы с реализационным делением считайте что в совершенстве разобрались и в моих советах наверное больше уже не нуждаетесь буду ждать от вас комментариев с решениями этой домашки ну и оставайтесь на связи записывайтесь на наши бесплатные семинары в специалисте подписывайтесь на мой канал на ютюбе и конечно же добавляйте меня в друзья во всех сетях пишите буду очень рад с вами снова пообщаться надеюсь вам понравилось если не понравилось пишите расскажите что бы вы хотели услышать в следующий раз и мы что-нибудь придумаем спасибо за спасибо за просмотр спасибо за просмотр